Здравствуйте! На государственном телевидении Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире остров Ахтамар украшен цветущими миндальными деревьями. Прогрессивное международное сообщество осуждает диктатора Алиева. Всемирный день земли отметит посадка деревьев в Ахл-Киалаке. Последний армянский дом в Муше противостоит департаменту жилищного строительства. Греция назвала обвинения Турции абсурдными. Адана Проджект выпустила клип на песню Аракс. Гарны с ярким ночным освещением. Ответ президента Западной Армении по поводу парка трофеев в Баку. Остров Ахтамар на озере Иван в Западной Армении приобрел неповторимый вид с весенним пробуждением благодаря цветущим миндальным деревьям. Посетители острова в эти дни становятся свидетелями одного из самых прекрасных времен на острове Ахтамар. Остров, окруженный особой красотой в любое время года, особенно весной, создает неописуемый вид с его цветущими деревьями, синевой окраиной озера Ван и его пышной природой. Международные журналисты с возмущением и отвращением отреагировали на открытие в Азербайджане так называемого парка трофеев, на котором присутствовал президент Ильхам Алиев. Самодовольное выражение лица азербайджанского лидера, который смело шагал на фоне шлемов армянских солдат, вызвало ассоциации с Гитлером и Саддамом Хусейном. Это глубоко отвратительно и напоминает коллекцию шлемов у подножия Триумфальной Арки в Багдаде, которые по утверждению Саддама Хусейна преодолежали иранским солдатам, погибшим в войне 80-х годов, написал корреспондент Блумберг Боби Гош. Неудеятельно, что так много азербайджанских солдат задокументировали свои ужасные военные преступления. Эта форма извращения поощряется и приветствуется на государственном уровне, сказала журналист Линдси Снеу. Это безумие, написал корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер. Так выглядят военные преступники, а не победители. Президент Азербайджана Алиев построил в Баку собственный парк развлечений. Каски армянских солдат, оловянные куклы в армянской форме и магазин. Я убит горем, сказал немецкий кинорежиссер и правозащитник Дуна Стакау. Правительство Западной Армении также выражает возмущение по этому поводу, осуждая действия Алиева. Этим действием президент Азербайджана еще раз доказывает отвратительные последствия безнаказанности и высокомерия. 22 апреля ко дню земли в Ахлакалаке пройдет посадка деревьев. Желающие могут участвовать в этом процессе, сообщает сайт jnews.ge. Всемирный день земли отмечают в Грузии 22 апреля. В этот день проходит одна из самых масштабных кампаний по охране окружающей среды. Ахлакалакскому муниципалитету саженцами обещали помочь в компании АИСИ, которая строит Ахлакалаки ГЭС-1 и Ахлакалаки ГЭС-2. Во время встречи в Сакребуло Ахлакалаки с депутатами представители компании АИСИ обещали предоставить муниципалитету 200 саженцев сосны, 20 елок и 50 саженцев туи. Места посадки саженцев уже определил сервис-центр Ахлакалаки. По словам директора сервис-центра Армена Бичахчана, деревья будут посажены по обе стороны в Ачьянской трассе, а именно 200 саженцев сосны. А в парке Хас-Бахчат 20 серебристых елей. Все дома в старом армянском районе города Муж Западной Армении были снесены в результате деятельности Департамента жилищного строительства муниципалитета Токи. На их месте был построен жилой дом. Эркан Шете, который охраняет свой дом, чтобы защитить его от администрации города, жалуется, что несмотря на регистрацию дома, ему все еще не разрешают отдыхать. Хотя чиновники Департамента время от времени пытались снести дом, Эркан Шете, который родился и вырос там, не позволил им это сделать. До резни 1915 года в Муше гусонаселенным армянами были строения, оставленные армянами, которые также были разрушены. Отметив, что он остался один в борьбе за защиту своего дома от сноса, его голос не слышен. Шете сказал, что через некоторое время он может зарегистрировать дом как историческое здание. Отметим, что президент Западной Армении Армен Акабрамен посетил этот дом и встретился с его хозяином. Греция назвала обвинения Турции абсурдными. Мы категорически отвергаем любые попытки запятнать имидж Греции, публикуя неприемлемые фейковые новости, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Греции. Ранее официальный представитель администрации президента Турции Фахретин Алтун заявил, что Греция оказывала помощь террористической организации «Курдская рабочая партия». Рок-бруппа «Адана Проджект», которая развивает и по-новому представляет старые или забытые армянские народные и эстрадные песни, представила поклонникам клип на песню «Аракс». Это видео было снято «Адана Проджект» для армянского летнего виртуального фестиваля в Лондоне, целью которого является сбор денег для семей, перемещенных из Арцаха, сообщили в группе. Глава музея-заповедника Гарны Ивага Испирян разместил на своей странице в Facebook фотографии музея-заповедника в ночное время, под которыми, в частности, написал «Уважаемые посетители, историко-культурный заповедник музей Гарны открыт ежедневно с 10 до 22 часов. Посетите Гарны и насладитесь красотой памятника. Если вы решили увидеть Гарны при ярком ночном освещении, приходите после 19.30». 12 апреля 2021 года в Баку открылся парк трофеев, отражающий Вторую Арцахскую войну сентября-ноября 2020 года. Наряду с военной техникой, представленной в парке трофеев, изображения военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения представлены в виде манекенов, которые представлены в образе обесценивания чести. Представленные фото и видео доказывают, что каждый экспонат, выставленный в парке, имеет тенденцию осквернять память жертв войны, усиливать ненависть и вражду между народами Армении и Азербайджана. Открытие такого парка трофеев направлено на то, чтобы избавиться от армянского народа, создать атмосферу страха, ослабить семьи пропавших без вести и пленников, а также армянского общества, показать свою силу. Президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян отреагирует на размещенные в социальных сетях фото и видео после тщательного анализа. Далее для вас ансамбль Нубар. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего.